Продолжение следует... Что не на есть начало, и как раз соседи сверлят, не знаю что, надеюсь, они сверлят свою голову, но я думаю, что они не особо нам мешают, вот, ну что ж, о чём эта игра? Это игра, прямой сиквел первой части Silent Hill, которую я проходил совсем недавно, и рассказывает о жизни девушки по имени Хизер Мэйсон. Давайте начнём на нормальном уровне сложности, загадки, творческие загадки тоже нормальные, и посмотрим первую составочку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, вот нам дали управление главной героиней, и что сразу же бросается в глаза? Ну, во-первых, это самый хороший порт с консоли на ПК из всех Silent Hill, ну, кроме, конечно, хомкоминга. В принципе, удобно, есть поддержка мыши, также бросается в глаза очень-очень неплохая графика, довольно-таки современная. И, кстати, эта графика лучше, чем в четвёртой части, и, конечно, лучше, чем даже в хомкоминге, если считать лицевую анимацию и проработку персонажей. Сейчас мы находимся в парке развлечений Silent Hill, в том самом парке, в котором в прошлый раз тусовался Гарри Мэйсон. Ну, мы находимся в нём, как бы так сказать, понарошку. Дело в том, что всё это как бы сон-физер, и совсем скоро она проснётся. Но пока что мы, я думаю, успеем здесь поразвлечься. В инвентаре у нас есть пистолет, у нас есть автомат, в принципе, можете тратить хоть все патроны. Да и монстров тут не так много, по сути. Раз-два и обчёлся. По сути, нам показывают что-то типа тренировки или такой небольшой геймплей. Это что-то типа магазина сувениров, здесь, к сожалению, ничего нету. Да и смысла брать какие-то предметы я тоже не вижу. Так как они всё равно из сына Хизер мы их не заберём. Поэтому давайте двигаться дальше. Сейчас нам предстоит пройти к горкам американским. Американским горкам, я не знаю, что это такое. Ну, это такой типа аттракцион. Как бы страшный, там, знаете, с кольцами и прочее, прочее. Бывает без колец. Я один раз на таких катался, и мне хватило. Ещё парочка монстров. От которых, опять же, очень-очень легко убежать. Также есть собаки. Есть какие-то непонятные твари. С каким-то непонятным звуком. Жужжащие у вас над головой. Ну, так или иначе. В принципе, лично мой совет. Я вам предлагаю убежать просто оттуда. И двигаться уже к самим американским горкам. Собак не задерживаясь. На этом моменте. Итак, мы уже почти добрались. Здесь что-то вроде с опертой комнаты. Там, по-моему, какой-то связанный чувак. Очень напоминающий челов из первой части. Помните, там тоже висели какие-то парни вверх ногами. Опа, какой-то непонятный виск вообще. Я только что услышал. И хизер чуть не упала. Кстати, будьте осторожны вот с такой вот штукой. Если вы случайно нажмете кнопочку вперед. Или два раза оступитесь. То вы просто поледите вниз. И вас ничего не спасет. Да, ребята, это вам не второй и не первый Silent Hill. Здесь даже от этого никто не застрахован. От несчастного случая. Поэтому будьте осторожны. В принципе, умирать здесь вы можете хоть от чего. В любом случае, вы проснетесь в кафе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 It's about your birth I'm not interested DimaTorzok 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 Но на самом деле это далеко не так. Что ж, первый сейф, он выглядит в форме Hollow of the Sun. Типа такого значка или символа, даже я так бы назвал, секты Silent Hill, которая вновь возродилась в городе и ищет, ищет новых себе, скажем так, людей, которые готовы вступить в нее. Но об этом немножко попозже, немножко попозже об этой секте, пока мы ничего даже об этом не знаем, не подозреваем. Да даже сама Хизер не знает, кто она такая. Сейчас мы находимся в здании супермаркета, который, по сути, уже закрылся. И теперь нам вместе с Хизер придется искать отсюда выход. Все двери потихонечку закрыты уже. Но ничего страшного, эту дверь мы скоро откроем. Все остальные, наверное, запечатаны всегда, потому что бла-бла-бла, замок сломан. Ну, это фижечка Silent Hill, а все знают, что практически каждый второй замок Silent Hill безнадежно сломан. Так, здесь нам предстоит пробраться вот в этот магазин, потому что там нас ждет, по сути, по своей первой монстр в игре. Которого, кстати, нам даже не придется убивать. О, боже мой, это пистолет. О, нет. Не может быть. Это же... О, нет, я не могу в этом поверить. Это же Марат Башаров, что он здесь делает? Господи. Так отвратительно. Стреляй, Хизер, стреляй. Стреляй. Ну и, наконец-то, монстр побежден. Но Хизер все еще не может прийти из себя. Та-да-там. Так. Здесь нас ждет еще... Патроны, пистолеты, даже две обоймы целых. Взамен тот, той драчной, которая только что выстрелила Хизер. Здесь труп юной девушки. Которую, видимо, этот монстр растерзал. Но вполне возможно, что это всего лишь фантазия, Хизер. Позже я объясню, почему и как и зачем. Самое что интересное. Да, кстати, если вы будете играть в эту игру, не забывайте просто подходить к каждой вещи и спрашивать у Хизер ее мнение. Потому что иногда она просто мочит коры и говорит всякие интересные высказывания по той или иной вещи. Итак, продолжаем, продолжаем. Здесь мы уже были. Только там уже респаунились монстры. На стене висит карта очень такого большого, я вам скажу, торгового центра. Я бы даже сказал, развлекательного центра, наверное, даже. Как у нас в Екатеринбурге понастроило, наверное, штучек пять таких. Только еще больше. И на каждом углу есть Макдональдс. И магазин бытовой техники обязательно там должен быть. Так, лифт не работает. Сейчас наша задача пройти на второй этаж. Но сначала я хочу удостовериться, проверив все двери. Нет, к сожалению, везде-везде замок сломан. И Хизер это очень и очень печалит. Но еще бы не печалило. Все-таки, когда замок сломан, это не очень хорошо. Хизер говорит, что не может пробраться через коробки, но из-за не меня. Там не очень-то и много было их насыпано. Я бы тебя понял, если ты не могла через фургон перешагнуть. Но через коробки, это, по-моему, через чулу уже, Хизер. Ты не считаешь? Это еще один новый монстр. Похож он, ну как бы вам сказать на что. Наверное, я не буду. Наверное, я не буду. Когда буду говорить о Далии, расскажу про всех монстров сразу, наверное. Кто такая Далия? Ну, узнаете потом. Так, все замки тут, походу, сломаны, да? Нет ни одного рабочего. А нет, вот есть. Есть один. Здесь собака. Здесь собака. И нам здесь показывают совершенно ненужную в этой игре опцию. Связана она с мясом. Якобы это мясо отвлекает собак. Такой же эффект был в первой Пенумбре, но он совершенно был ненужен. Как, впрочем, и здесь. Никто этим заниматься с собаками не будет. Ну, по-моему, он привлекает не только собак, но и монстров. Поэтому, если вы любитель такого тихого прохождения, да, то, пожалуй, использование мяса для вас. Ну, что ж. Кто-то там стучит на заднем плане. Вообще жестко. Прям в уши. Так, здесь две хилочки. Здесь есть ключ. Про который хизер скажет, что, мол, не могу достать, потому что я же женщина. Я же сломаю себе ноготочки. Как же так? Маникюр за три тысячи. Вот. Поэтому, пока мы не придумаем что-либо, ключа нам не видать. Ну, и это, конечно же, сейв-поинт. Про который хизер говорит, что бла-бла-бла, черная магия. Я думаю, пока что мы на этом закончим. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто посмотрел первую часть, кто подписался, оставил свои комментарии и оценил. С вами был BrainFirst. Всем удачи, спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok